Это торговое мероприятие на площади 9 января. Некоторые наверняка могут связать с модным течением импортозамещения. Только вот кризису, санкциям и прочим экономическим явлениям бийская ярмарка никакого отношения не имеет. Здесь она проходит уже много лет подряд. На ней всегда свежий урожай, низкие цены, а потому и высокий покупательский спрос. Фрукты и овощи привезены как с разных уголков Алтая, так и теплых земель Узбекистана. Хотя яблочный сезон и закончился, популярного фрукта меньше тут не стало. Среди многих сортов есть пепень шафранный. На ярмарке он пользуется наибольшей популярностью. А все потому, что отличается особым вкусом и длительным временем хранения. Удивляет ярмарка и кедровыми орехами. В этом году хороший урожай. Большое количество орехов кедр дает раз в 5 лет. Так что хватит на всех. С Семенского перевала они посладше. То есть они помягче, посладше орешки. С Турачака они потемнее с горчинкой маленькой. И цвет у них темный. А с каракокша они пожирнее, помаслянистее. Цвет у них тоже темноватый. Ну и покрупнее орехи. Однако помимо ассортимента покупателей привлекает и другой важный фактор. Цены здесь ниже, чем в магазине минимум на 15%. Продавцы всегда подскажут, какой товар свежее. А еще здесь все можно попробовать, не отходя от прилавка. Ну вот там у нас рядом соседи продают. У них перец есть и по 65 рублей, и по 50 рублей. У нас вот на нашей точке, у нас очень дешевые цены. Приходите к нам. Конечно, намного дешевле. Я же живу на АБ, и здесь намного все дешевле, естественно. Ну дешевле, чем в магазине. Можно что-то приобрести. Я здесь беру постоянно персики ребенку. Сейчас вот пришла, сейчас я ей возьму. Она будет рада. Участвуют в мероприятии как частные предприниматели, так и крестьяно-фермерские хозяйства. Пополнить ряды продавцов здесь может любой желающий. Только необходимо пройти процедуру регистрации. Для того, чтобы поучаствовать и организовать торговлю на данной ярмарке, индивидуальный предприниматель или крестьянско-фермерское хозяйство, будь то это организации города Бийска или близлежащих сельских районов, они должны обратиться в отдел по развитию предпринимательства администрации города, заявиться о том, что они намерены торговать на данной ярмарке. Мы включаем их в реестр участников ярмарки, и они осуществляют торговлю. Торговля, конечно, должна осуществляться с соблюдением санитарных норм и правил торговли. С наступлением заморозков ярмарка слегка сменит ассортимент. Еще больше будет овощей и меньше станет фруктов. Торговля на площади 9 января продлится до 10 ноября. Никита Якимов, Сергей Дороских, Иван Зяблицкий, Будни.